Сегодня в российских новостях появилась тревожная информация о Валерии Леонтьеве, одном из самых популярных и талантливых певцов страны, который откровенно признался в своих переживаниях о будущем после неудачных операций. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! Певец, который на протяжении всей своей карьеры радовал зрителей своими яркими выступлениями и запоминающимися песнями, неожиданно открылся своим поклонникам, поделившись внутренними страхами и переживаниями, связанными со своим здоровьем. По словам источников, близких к артисту, последние несколько месяцев были для Леонтьева особенно трудными. После перенесенных операций, которые, как он надеялся, помогут улучшить его состояние, певец столкнулся с рядом серьезных осложнений. В интервью, которое состоялось накануне, Валерий откровенно рассказал о своих мыслях и чувствах, которые мучили его после неудачных медицинских процедур. Артист подчеркнул, что в последние годы здоровье стало важной темой в его жизни, и, несмотря на его желание оставаться на сцене и продолжать выступать, реальность оказалась суровой. «Я всегда стремился к идеалу и был полон сил, но сейчас понимаю, что возраст – это не шутка, и здоровье, к сожалению, не всегда под контролем. Я переживаю за свое будущее, за то, смогу ли я продолжать делать то, что люблю», – признался Леонтьев. Певец отметил, что не раз задумывался о том, что после неудачных операций, которые потребовали много времени на восстановление, его возможность выходить на сцену может быть под угрозой. Эти мысли терзали его, и он не мог избавиться от чувства тревоги. Леонтьев также рассказал о своих беспокойствах по поводу того, как его здоровье может повлиять на карьеру. Он вспомнил, что всегда работал не покладая рук, и что на протяжении всей своей карьеры отдавал себя на сто процентов. «Я не хочу, чтобы мои поклонники видели меня в плохом состоянии или думали, что я не справляюсь с задачами. Но сейчас, когда здоровье подводит, все кажется намного сложнее», – сказал он, добавив, что чувствует себя уязвимым. По информации, поступившей из его окружения, певец действительно много времени уделяет своей физической форме. Однако последние события заставили его пересмотреть свое отношение к жизни. Он стал осознавать, что иногда стоит остановиться и задуматься о том, что действительно важно. «Каждый выход на сцену – это для меня целая жизнь, и теперь я боюсь, что она может закончиться раньше, чем я хочу», – поделился артист. Эта откровенность поразила многих поклонников и коллег, которые знают Леонтьева как человека, который всегда излучает уверенность и силу. Со слов друзей и близких, Леонтьев не намерен сдаваться и, несмотря на трудности, планирует продолжать выступление, когда это станет возможным. Певец настроен на позитив, хотя и понимает, что процесс восстановления может занять много времени. Он надеется, что его переживания послужат не только катализатором изменений в его жизни, но и вдохновением для других, кто сталкивается с подобными трудностями. Многие коллеги по сцене выразили свою поддержку, отметив, что Валерий всегда был для них примером, и его энергия и трудолюбие вдохновляют не только зрителей, но и людей, работающих в индустрии. Не так давно в социальных сетях началась волна поддержки для Леонтьева, где поклонники делятся своими любимыми моментами с его выступлений и выражают надежду на скорейшее возвращение артиста на сцену. Многие написали слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, подчеркивая, что они всегда будут рядом с ним, независимо от обстоятельств. Эта поддержка, как надеется сам артист, поможет ему справиться с внутренними страхами и продолжить путь к выздоровлению. Также стало известно, что у Професса в музыкальном мире сегодня разразился настоящий скандал, связанный с именем Кристины Арбакайте. Певица объявила о своем уходе со сцены после серьезного конфликта с продюсерами, который, по всей видимости, не удалось уладить. Новость, что Кристина покидает сцену, потрясла поклонников и вызвала широкий общественный резонанс. Конфликт с продюсерами оказался настолько серьезным, что певица больше не могла продолжать свою карьеру в прежнем виде, и этот шаг стал для нее последней надеждой сохранить свою творческую независимость. Об этом певица эмоционально рассказала в своем обращении к фанатам. По слухам, разногласия с продюсерами начали назревать еще несколько месяцев назад, но только сейчас ситуация достигла своего апогея. Проблема заключалась в разных взглядах на будущее музыкальной карьеры Кристины. Продюсеры требовали от нее кардинальных перемен в стиле и репертуаре, чтобы идти в ногу с современными трендами и привлекать молодую аудиторию. Однако сама Кристина считала, что такие изменения идут вразрез с ее внутренними убеждениями и тем образом, который она формировала долгие годы. Она всегда была привержена классическому поп-стилю, который соответствовал ее личности и привлекал преданных поклонников, которым важна не только музыка, но и та душевная теплота, которую певица вкладывает в свои выступления. Продюсеры настаивали на том, чтобы в новый альбом Кристины пошли песни, ориентированные на молодежную аудиторию, в духе современных популярных исполнителей. Они хотели видеть в ее репертуаре больше динамичных треков с элементами рэпа, аранжировок с использованием электронной музыки и эффектов, характерных для современной поп-культуры. Кристина, со своей стороны, не раз заявляла, что ее не интересует слепое следование трендам. Ей хотелось сохранить ту самую музыкальную идентичность, которую она создавалась многие годы, и которая приносила ей искреннюю радость и удовлетворение. Давление со стороны продюсеров только нарастало. Во время обсуждения нового тура они настаивали на изменении концертной программы. По их замыслу, тур должен был стать новой вехой в карьере Арбакайта, и они стремились сделать его более провокационным и визуально насыщенным. Предложения включали в себя изменения сценического костюма, добавление новых танцевальных элементов, которые должны были добавить шоу зрелищности и сделать его более привлекательным для молодежной аудитории. Кристина была категорически против таких перемен. Она считала, что зрелищность не должна преобладать над содержанием и качеством музыки, и что она не должна изменять себе ради чьих-то ожиданий и коммерческого успеха. Источники, близкие к певице, сообщают, что именно после одного из таких совещаний Кристина впервые задумалась о завершении карьеры. Ей было очень тяжело принимать это решение, ведь сцена была неотъемлемой частью ее жизни на протяжении многих лет. Однако она понимала, что если согласиться на условия продюсеров, то потеряет свою самобытность, а вместе с этим и уважение к самой себе. Конфликт достиг своей кульминации на одном из совещаний, когда продюсеры практически ультимативно потребовали от Кристины принять их условия. Именно тогда она приняла окончательное решение – покинуть сцену. Кристина Арбакайте записала эмоциональное обращение к своим поклонникам, в котором рассказала о том, что ей пришлось пройти через многое, чтобы принять этот трудный шаг. В своем обращении она поделилась, что больше не может мириться с постоянным давлением и навязыванием чуждых ей идей. Она всегда верила, что музыка должна быть искренней, что в первую очередь она должна исходить из сердца, а не быть продиктована коммерческими соображениями и стремлением угодить всем и сразу. Поклонники заметили, насколько уставшей и опустошенной выглядела певица, и это только усилило их сострадание и понимание. Многие поклонники поддержали ее решение, выразив свои эмоции в многочисленных комментариях. В них говорилось, что они ценят Кристину именно за ее принципиальность, за ту эмоциональную искренность, которую она вкладывает в каждую песню. Люди писали, что именно такие артисты, как Кристина, являются настоящими, что они не гонятся за славой, а остаются верными себе и своим слушателям. Эту волну поддержки заметили и многие коллеги-певицы, которые также не смогли остаться в стороне и публично поддержали ее в этой трудной ситуации. Коллеги по сцене и знаменитости шоу-бизнеса активно выступили в поддержку Кристины Арбакайте. Алла Пугачева, мать Кристины, также выступила с заявлением, в котором выразила свою гордость за дочь. Она сказала, что Кристина всегда была сильной личностью и не боялась принимать сложные решения, даже если это требовало больших жертв. Для Аллы Борисовны было крайне важно, чтобы ее дочь оставалась верной себе и своему творческому пути. Она заверила, что всегда будет поддерживать Кристину, какой бы путь та не выбрала. Филипп Киркоров, давний друг семьи, в своем интервью отметил, что Кристина всегда отличалась независимостью и искренностью. Он выразил восхищение ее смелостью и решительностью, отметив, что такие поступки требуют большого мужества. По его словам, в современном шоу-бизнесе многие артисты готовы идти на любые компромиссы ради популярности и денег, но Кристина показала, что есть вещи важнее – это честность перед собой и своей аудиторией. Киркоров также добавил, что всегда будет с нетерпением ждать возвращения Кристины на сцену, если она когда-нибудь примет такое решение. Помимо поддержки коллег, многие критики и эксперты музыкальной индустрии также высказывались о случившемся. Многие из них считают, что конфликт Кристины с продюсерами является отражением более глобальной проблемы, с которой сталкиваются артисты в современном шоу-бизнесе. Система, ориентированная исключительно на коммерческий успех, зачастую требует от артистов изменять себя, подстраиваться под тренды, игнорируя их творческую индивидуальность и внутренние убеждения. Кристина Арбакайте своим поступком показала, что искусство не должно быть инструментом для зарабатывания денег. Оно должно быть способом выражения души и внутреннего мира. Сейчас Кристина взяла паузу в своей карьере, и мало кто знает, чем она планирует заняться дальше. Некоторые источники утверждают, что певица решила посвятить больше времени своей семье и детям, которых ей всегда не хватало из-за плотного графика. Кроме того, Кристина всерьез рассматривает возможность вернуться к актерской деятельности, которой она занималась в молодости. Ее всегда интересовал театр и кино. И теперь, когда у нее появилось больше времени, она может реализовать себя в этом направлении. Также ходят слухи, что Кристина планирует заняться продюсированием молодых исполнителей, передавая свой опыт и помогая им избежать тех ошибок, с которыми она сама столкнулась в своей карьере. Официальные представители продюсерского центра, с которым сотрудничала Кристина, воздерживаются от подробных комментариев. В их заявлении говорится, что они сожалеют о таком исходе событий и что всегда ценили вклад Кристины в совместные проекты. Однако, по словам некоторых источников, близких к продюсерскому центру, внутри компании нет единого мнения по поводу этой ситуации. Одни считают, что продюсеры слишком давили на артистку и не учитывали ее мнение, что и привело к такому печальному финалу. Другие же уверены, что изменения были необходимы для того, чтобы Кристина могла оставаться конкурентоспособной в условиях современной музыкальной индустрии. Фанаты Кристины активно обсуждают случившееся в социальных сетях, создают пасты с хэштегами в ее поддержку и делятся воспоминаниями о ее концертах. Многие из них надеются, что это решение не окончательное и что рано или поздно Кристина вернется на сцену. В комментариях часто встречаются слова благодарности за ее музыку, за те эмоции, которые она дарила на протяжении многих лет, за ее способность быть настоящей и искренней. Помимо этого, многие отмечают, что уход Кристины со сцены стал символом протеста против системы, где деньги и популярность ставятся выше творчества и личности. Поклонники считают, что ее поступок – это вызов всему современному шоу-бизнесу, который все чаще превращается в индустрию по производству однотипных звезд, готовых идти на любые компромиссы ради славы. Кристина показала, что есть другой путь, что можно оставаться собой и не поддаваться давлению. Даже если это требует отказаться от привычной жизни. Сам факт, что Кристина решилась на такой шаг, говорит о ее огромной силе духа и стойкости. Многие ее коллеги признают, что далеко не каждый артист способен так открыто противостоять системе, особенно когда на кону стоит успешная карьера и финансовое благополучие. Кристина же показала, что ей важнее сохранить свою душу, свою музыку и ту связь, которая есть между ней и ее поклонниками. Что касается дальнейших планов Кристины, то сейчас они остаются под большим вопросом. Многие ее близкие друзья утверждают, что она не планирует полностью уходить из музыки, но хочет найти новые пути для самовыражения. Возможно, это будет работа в качестве наставника или продюсера. А возможно, что-то совершенно новое, о чем она пока не готова говорить. Но одно можно сказать точно. Ее уход не означает, что она исчезнет из поля зрения своих поклонников. Напротив, это может стать началом нового этапа в ее жизни, который принесет ей новые вызовы и новые возможности для творчества. В любом случае, Кристина Арбакайте остается яркой и независимой личностью, которая сумела заявить о себе и своей позиции в тот момент, когда это было наиболее важно. Ее поступок вдохновляет многих, показывая, что искусство должно быть настоящим, что оно должно исходить из сердца, а не подчиняться требованиям рынка и трендам. Ее уход со сцены – это не конец, а скорее новый виток, который принесет ей новые открытия и даст возможность быть собой в полной мере. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей. Субтитры создавал DimaTorzok